здравствуйте уважаемые зрители моего блога ну что друзья сегодня раз у нас такой неплохой денек этот выбрался погулять с коляской коляска выполняет функцию штатива в общем-то именно для этого стоило на детей заводить и сегодня расскажу про свой кофейный набор такой там можно выйти в парк там часа на три-четыре погулять и день середине перекусить собственно из чего он состоит первая часть средства производства кипятка данном случае это джет бойл солти титановый джет бойл уже наверное считается редкостью раритетом нет удалось на вито практически новый урвать про него может быть если интересно расскажу как нибудь в другой раз хоть он до сих пор и не производится это самый легкий джет бойл собственно на 08 тут мне ячка хватит и сам кофейный набор расположен в подсумке вот это вот утилитарка force line сейчас я потихоньку все это успокоить и так самое интересное в основном отделение здесь он столько всего интересного первое сникер сочек это сладенькая хенд сатанайзер руки потереть гуляли хватались за всякое ручонками далее аэропресс go в общем то это тоже не слишком давние разработка аэропресса именно походно-командировочных нужд представлять собой аэропресс скомпонованный вместе с кружкой собственно два в одном удобно достаточно что мне не очень в нем понравилось так это во первых этот вот держатель для фильтров родной он какой-то совсем стрёмники во вторых объем нового джет бойла и старый тон был не особо классический тоже не особо большое здесь еще и в полтора раза на них полтора на одну четверть поменьше по объему чуть ли не два раза подряд приходится заваривать далее ложка малый чем помешать чем съесть и кофеечек кофеечек я таскаю в таких вот при формах в данном случае это кофе спонсорский мне его прислали из магазина миндаль и кофе это по-моему эфиопия светлые обжарки я не особо ценитель она пахнет конечно офигенно я не особо ценитель светлой обжарки но когда мне предлагают какие-то такие съедобные ништяки я всегда и прошу так сказать производители прислать на свой вкус во первых не выбирать а во вторых конечно ну так интереснее когда сюрприз я если честно в общем-то хоть и люблю свежеобжаренный кофе обычно как настоящее время так сказать своего рода акционер покупаю кофе по акции и вообще не являясь каким-то супер-пупер там кофейным смелье поэтому это присылает приятненько но не совсем понятненько далее салфеточки тоже на всякий случай и сливки тоже на всякий случай в переднем отсеке пакеты пойдут под мусор не приносить с собой мусор в парку наоборот выносить сжигалка и сахарочек ну что давайте как-то это все будем гоношить начала итог собственно бой в нем у меня как обычно я все хотел чтобы все безобразие не гремела все внутри у меня упакованы в бандану из фикс прайса она стоит копеечная заодно можно потом еще котелочек протереть и какая-то типа скатерочка получается что горелка поставка 100 граммов баллон но опять-таки 100 граммовый баллон составит крыло от самолета я хотя раньше всегда говорил что я ненавижу перезаправлять баллоны теперь видим придется заняться потому что ты уже 500 рублей 100 граммовый продают подставка в общем-то под баллон ничего такого можно использовать можно не использовать и дед бойловская это оригинальная так и китайцы делают в общем-то норм повысить нам устойчивость хочу сидеть попробовать как раз в аэропрессе 2 подряд сделал двойную такую большую ударную кофе на дозу будет кипятиться а тем временем замучим аэропрессовое безобразие я всегда аэропресс готовлю реверсивным методом так ко мне как кажется поудобнее что кстати хотел бы по поводу аэропрессов вообще еще отметить чем не прям как бы это вообще штук позиционируется изначально как что-то такое типа походная почему они не сделают фирменных термочехлов я вот как-то делал на свой большой колхоз из пенки и почему так же как на джетбойле и не предусмотрит неопреновый чехол в так сказать идеальных словах обычно эти фильтры еще проливают мне лень кипятком возиться все на весу поэтому сейчас по ходу дела в общем-то джетбойл уже почти закипел опять таки обычно для аэропресса конечно отделки специальный там вода температуры но опять таки это не для походных условий не буду с собой термометр носить вот уже собственно кипит бурлит все это дело тушим заливаем перемешиваем после чего доливаем закрываем и ставим чуть-чуть настояться красота сейчас будем все рубить кофе мусорный пакет готовлю под жмых и собственно чуть-чуть подожжем прошло там в районе минутки сейчас будем продавливать помол у меня такой не слишком мелкий продавливаю обычно не спеша жмых отправляем в пакетик кстати не знаю интересно ли кому или нет вот таблетка такая получилась плотненькая хорошая вот попробуем кофеечек спонсорский да еще и фиопия да еще и светлая обжарка о хорошо это всякие нотки там все у чего угодно я почему в принципе не могу не приспособлен но кофе получился замечательный сейчас сразу сюда вторую порцию жахнем и жизнь сразу наводится вторую соответственно полностью аналогичным методом я буду делать вот такой вот мой так сказать не то что походный от конечно в поход столько всего не потащишь ну и серии пвд всяческих от всяческих даже может быть такие вот вылазок вот как раз с ребенком погулять чтобы скучно когда станет когда проголодаешься гулять я люблю подолгу чтобы можно было еще и перекусить в середине ну и в общем-то я как опять-таки не супер ценитель еще туда сладкого до сливы для калорийности и на жористости сыпану вы меня извиняйте это вот такой вот набор вещи это будут интересные подробности какие-то дополнительные спрашивайте не стесняйтесь вообще как вам такой формат видео нравится не нравится вот у меня такая ударная порция получилась а вот вот что мне нравится вот это вот именно то что прохладненько и все это не очень хорошо утеплено во первых аэропресс надо утеплять однозначно вот эту штуку может быть тоже на что самому из неопрена сшить попробовать шеечек огонь сейчас что-нибудь сладенького скушаю и двинем дальше а пока на этом все спасибо за внимание